Еще в двух районах Татарстана избрали новых руководителей, в Пестричинском и Зеленодольском. Это формально, а не новые. На самом деле, каждый проработал в районе много лет и хорошо знаком коллегам. На местах их представил премьер-министр Ильдар Халиков. Этого 36-ти квартирного жилого дома ждали участники нескольких государственных жилищных программ. Нуркия Нурмухаметовой уже 92 года. Всю жизнь она прожила в селе Татарской Ходяшево, во время войны трудилась в колхозе, воспитала четырех детей и восемь внуков. Сегодня вдова фронтовика в новой квартире под опекой одной из дочерей. Свой дом старый уже, удобства нет. Вот сейчас нам очень нравится квартира. Еще один новостелок – многодетная семья Позняковых. Они воспитывают десятерых детей, поэтому семейство получило здесь сразу три квартиры. Туалет во дворе, и места не хватало, дом отапливался дровами, конечно. Здесь прям не знаем, что будем делать. Вручая ключи от нового жилья, Ильдар Халиков сообщил, только за последние три года в республике по программе социальной ипотеки сдали 24 тысячи таких квартир. Настоящая красивая, яркая сказка. Поздравляю вас с этой сказкой. Ну и, конечно, нашим бабушкам, извиняя Вильярге, просьба только одна – теперь жить еще дольше. Те, кто не был в Пестрецах более года, сегодня вряд ли узнают районный центр. Пестреченцы ощутимо помогли в возведении стадиона «Казань-аренна» в преддверии универсиады. Подарок от президента они получили более 5,5 миллионов рублей на строительство трех спортивных площадок. Первые открылись сегодня на центральной улице. Здесь можно заниматься баскетболом, волейболом и теннисом. Излюбленным местом для малышей уже стали карусели и фонтан. Новые аттракционы, новые горки. Обновили городок наш. Очень нравятся аттракционы, карусели. Вообще каждый день охота сюда ходить. Главное политическое событие для района прошло на сессии. Местный совет пополнили несколько депутатов, в том числе и руководители районного исполкома Эдуард Дияров. Он с большим преимуществом победил своих конкурентов в округе. И сегодня депутатский корпус с тайным голосованием единогласно избрал Эдуарда Диярова главой Пестреченского района. Сегодня же Эдуард Халиков побывал на подобной сессии в Зеленодольске. Там также выбрали нового главу. Это кресло занял теперь уже бывший руководитель исполкома Александр Тыгин. Дмитрий Шторов, Алексей Захватов. Вести. Татарстан, Пестреченский и Зеленодольский районы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова